Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллах Аззаваджаля сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. С вами 22-я серия из цикла «Истории о татаро-монголах». В прошлой серии мы рассказывали о подготовке к Уттузам театра военных действий в Айнджалуте. Мы видели, как он расположил правые и левые фланги, арьергард и основные силы армии. Видели, как он всё предусмотрел на поле битвы, прежде чем была татаро-монгольская армия. Видели, как он всю ночь провёл в молитвах, взывая в своих дуа к Аллаху Аззаваджаля. Видели, как Господь Субханаватааля послал гонца в очень неожиданное время, который раскрыл некоторые детали о татаро-монгольской армии. Этот гонец прибыл от царемуддина Айбега, как было сказано в предыдущей серии. Вот и всё. Настало утро 25-го дня Рамазана 658 года по хиджри. Хорошо запомните эту дату. Это один из величайших дней в истории исламы. Одна из самых важных дат во всей исламской истории. 25-го Рамазана 658 года по хиджри. В этот день мусульмане поднялись очень рано, ещё до наступления времени утренней молитвы. Они продолжили совершать ночные молитвы, как и накануне, молить Бога в своих дуа о помощи. После наступления времени утренней молитвы, вся армия помолилась. А затем Кутузда, помилует его Аллах, выравнивал ряды воинов, пока не взошло солнце. А после восхода солнца, мусульмане вдалеке увидели татаро-монгольскую армию. Татаро-монгольская армия шла с заносчивостью, с тщеславием, высокомерием и решительностью. Это была крупнейшая армия в мире на то время. Это крупнейшая империя, которая когда-либо существовала на поверхности земли. Это империя от Кореи до Польши. Нечто невообразимое, дорогие братья. Эта армия покорила почти весь мир. Эта армия завоевала половину исламского мира, половину Европы, всю Русь. Эта армия, которая почти никогда не проигрывала сражений. Да и проигранные ее сражения были всего лишь локальными и временными, не имеющими большого значения относительно ее военной мощи. И вот пришла эта армия во главе с Китбугой, опытным военачальником, другом самого Чингисхана. Представьте себе, он воюет со времен Чингисхана, он является командующим армией. Он уже довольно преклонного возраста, ему около 60 или 70 лет на данный момент. Куттузда, помилует его Аллах, приказал приготовиться к этому великому моменту. Он велел авангарду своей армии спуститься к долине и направиться к северу, чтобы встретить татаро-монгольскую армию. Все это было заранее тщательно запланировано и происходило поэтапно в три шага. Первая часть плана состояла в том, чтобы татаро-монгольскую армию встретил мощный авангард исламской армии и стойко сражался с ней, покуда хватит сил. Один лишь авангард, представьте себе. Этому мусульманскому авангарду нужно было принять на себя сильнейший удар татаро-монгольского натиска на промежуток, точное время которого было известно лишь одному Аллаху. Этот авангард состоял из самых умелых бойцов исламской армии, как вы знаете. И во главе него стоял Рукнуддин Бейбарс. Кутуз, да помилует его Аллах, приказал им скрыться за северным проходом. И когда вдалеке показалась армия Китбуги и стала приближаться к долине, Кутуз, да помилует его Аллах, приказал войску авангарда мусульман выйти им навстречу. Обратите внимание, он не хотел, чтобы татаро-монгольская армия вошла в долину, пока она не увидит авангард мусульман. Почему? Он хотел показать им, что исламская армия небольшая, что она представляет собой лишь этот авангард. Особенно потому, что татаро-монгольская разведка, которая была в Газе, и потерпела поражение от мусульман, передала информацию Китбуге, что исламская армия состоит из стольких-то воинов, описывая лишь ее авангард. Потом Кутуз, да помилует его Аллах, повелел этой группе показаться. А еще чуть раньше, незадолго до этого, он приказал выйти группам мамлюкских военных музыкантов. Это были особые, специальные группы. Эти группы подчинялись непосредственно приказам самого Кутуза. Каждый удар этих музыкантов по барабанам, по цимбалам, любая игра на трубе и остальных инструментах, каждый мотив что-то означал на поле боя. Один удар означал движение правого фланга. Второй удар означал движение левого фланга. Третий удар означал спуск одной группы. Четвертый – другое. Одна тональность означала наступление, вторая – отступление. Некоторые звуки указывали на определенные тактики, а другие – на альтернативные. Кутуз, да помилует его Аллах, при помощи этого военного музыкального оркестра, руководил ходом всего сражения. Я хочу, чтобы вы представили себе эту атмосферу. Представили, как вы видите перед собой все происходящее и слышите звуки музыкального сопровождения мамлюкского военного музыкального оркестра. И вдобавок ко всему этому, это также вселяло сильный страх в сердца татаро-монголов, которые слышат эти громкие удары на поле боя. Они в первый раз в своей жизни видели подобное. Итак, Кутуз, да помилует его Аллах, отдал указания, началось музыкальное сопровождение и группы мусульман стали спускаться друг за другом. Первой спустившейся группой из авангарда мусульман была группа, которая, субханаллах, была одета, как это впоследствии описывал Саримуддин Айбек, который присоединился к армии мусульман к концу сражения. Описывая эту группу, он сказал, спустилась группа в красно-белых одеждах. Все члены группы были облачены в красно-белые одеяния. И одеяния эти были крайне изысканны, роскошные наряды. Субханаллах, как будто они идут на военный парад. Никакого страха, волнения и беспокойства. Они идут абсолютно невозмутимые. И, как описывает Саримуддин Айбек в своем рассказе, они были облачены в роскошные и красивые доспехи. Украшенное оружие, великолепная кольчуга, стройные лошади. Все выглядело просто безупречно. Они смотрелись по-настоящему шикарно, не было похоже на то, что они боятся или опасаются татаро-монгольской армии. Настолько, что Саримуддин Айбек, комментируя изумленную реакцию Кит-Буги, отметил, Кит-Буга потерял дар речи. И это уже полпобеды. Также опешили и его монгольские воины. Татаро-монгольские солдаты тоже потеряли дар речи. Сражение еще не началось. Мечи все еще в своих ножнах. Их разделяет расстояние. Но армия татаро-монголов уже поражена. Мне была оказана помощь страхом, который охватывает сердца моих врагов, находящихся от меня на расстоянии месяца пути, как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. После того, как эта группа спустилась, Кит-Буга начал расспрашивать Саримуддина Айбега, чей это рунг? Рунг с персидского означает команда или же расцветка. Чья это красно-белая расцветка? И он ему ответил, это отряд Санкура-Аль-Халаби. Это один из мамлюкских отрядов, отряд Санрука-Аль-Халаби. Слово, мамлюки в Египте в своих военных учениях, да и в целом везде в своей жизни, подразделялись на отряды, отличающиеся друг от друга различной расцветкой. И на свое оружие, лошадей и дома они наносили знак отличительного герба, по которому можно было опознать, какому отряду принадлежит данный конкретный воин. С помощью этого они также различали между собой в сражениях и в подобных крупных мероприятиях. И вот в этот момент Кит-Буга спрашивает, чей это герб? А Сарим отвечает, это герб, или это отряд Санкура-Аль-Халаби. А затем, когда этот отряд уверенно встал на свое место, снова раздались звуки музыкального оркестры. И тут начал спускаться другой отряд, уже полностью в желтых доспехах. И он снова спрашивает, а это чей отряд? Он в страхе, вы представляете? Этот опытный военачальник, завоевавший весь мир, испытывает страх перед этими отрядами. Какими бы большими эти отряды ни были, они все равно не столь многочисленны. Это всего лишь часть авангарда мусульман в этом сражении. А ведь армия татаро-монголов в несколько раз превышала численность армии мусульман. Тем не менее, субхана кая арабби. Спустился обряд облаченных в желтые доспехи, и он снова спрашивает, Сарим, а чей это отряд? Сарим отвечает, это отряд Пульбана ар-Рашиди, еще один эмир мамлюков. Далее спускались другие отряды, и каждый отряд отличался своим цветом, и он продолжал расспрашивать, а это чей отряд? А это чей отряд? Сарим Уддин же рассказывает, я стал уже называть любые имена, приходившие мне в голову. Он не знал названий всех этих групп, но он хотел устрашить Китбугу, и продолжал отвечать, это отряд такой-то, а это отряд такой-то, это сирийский отряд, а это отряд из Хама, это отряд из Египта, и так далее. И Китбуга видел перед собой коалицию мусульманских армий против него, хотя вся эта коалиция представляла из себя всего лишь авангард исламской армии. Спустился Рукнуддин Бейбарс, командир авангарда, вместе с этими отрядами, и встал напротив прохода в долину в ожидании Китбуги. Когда Китбуга окинул взглядом все эти отряды, составлявшие авангард, он увидел, что армия невелика, и что его армия намного больше. Тогда он воодушевил своих солдат, издав принятые у них громкие боевые возгласы. Монгольские лошади бросились вперед на исламский авангард, мгновенно сокращая дистанцию. Рукнуддин Бейбарс да помилует его Аллах, отдал приказ своим воинам сохранять ряды ровными и не двигаться, как будто бы они ничего не видят. Монгольские солдаты несутся издалека, пожирая расстояние, а они даже не двигаются. Они не убегают, но и не атакуют. Субханаллах. Это насторожило татаро-монгольских всадников. Что же они затеяли? Наверняка это какая-то ловушка. И как только татаро-монгольская атака по причине этих сомнений на мгновение захлебнулась, в атаку бросился Бейбарс вместе со своими воинами из авангарда мусульман. Стороны склеснулись в отчаянной битве. Это сражение было одним из самых свирепых в истории. Представьте себе эту обстановку. Повсюду поднялась пыль, и уже ничего, кроме лязг, искрежета мечей и ржания лошадей, не было слышно. Всюду брыжет и проливается кровь на поле боя. И надо всем этим всем слышны звуки тагбира, которые доносятся из-за холмов от палестинских крестьян, которые окружили долину Анджалут. Сражение, которое началось рано утром на рассвете, продолжалось до полудня, а мусульмане стойко держали свои позиции. Представьте себе этот яростный натиск татаро-монголов на этот небольшой авангард. Но мусульмане продолжали держаться. Выбор локации, дорогие братья, был также крайне удачен, потому что проход был узким, и татаро-монгольские войска не имели возможности маневрировать и окружить мусульманское войско. Они были вынуждены сражаться с передними рядами мусульман. Если мусульмане выстоят, то война продлится еще очень долго. Это было первой частью плана максимально истощить силы татаро-монгольской армии, не двигаясь и продолжая стоять в этом месте столько, сколько это было возможно. И действительно, Рукнуддин Бейбар, да помилует его Аллах, смог устоять здесь на довольно длительное время. Кутуз, да помилует его Аллах, наблюдал за всем этим издалека. И вдруг издалека раздались удары в барабаны мамлюкского военного оркестра, которые извещали мусульман о начале второго этапа их планы. Вторым этапом плана предполагалось увести монгольскую армию вглубь долины Айнджалуд. Как это можно было осуществить? Бейбар, да помилует его Аллах, вместе со своими воинами должен был продолжать вести жесткое сражение и при этом постепенно отступать в сторону юга. Отступление должно быть именно постепенным. Не таким быстрым, чтобы татаро-монголы догадались о задуманном плане. И не настолько медленным, чтобы весь авангард полз замертво под ударами татаро-монголов. Этот тонкий баланс нуждается в огромной поддержке Всевышнего Аллаха и этой армии, которая была подготовлена подобным образом, Аллах непременно окажет свою поддержку. И если вы вспомните историю, дорогие братья, вы увидите, что этот план был точным воссозданием плана Анну'мана ибн Мукаррина «Да будет доволен им Аллах», осуществленного им в сражении при Ниховенде. Кутузда помилует его Аллах, человек, сведущий в истории. Он знает об опыте мусульман, об их сражениях, о биографии праведников и муджахидов на пути Аллаха. Точно такой же план использовал Анну'ман ибн Мукаррина в 19-м году по хиджре против персидской армии. Исполнявшим роль Рухнуддина Бьебарса в том сражении был «Кахка ибн Амр ат-Тамими, «Да будет доволен им Аллах». А в роли Кутуза выступал Анну'ман ибн Мукаррина. В сражении при Ниховенде персидская армия была полностью уничтожена, и мусульмане одержали разгромную победу. Эта же практика повторится и на земле Айнджалут, чтобы по воле Аллаха аззаваджалле мусульмане одержали еще одну убедительную победу. Татаро-монгольская армия шаг за шагом вошла в долину Айнджалут. Мусульманское войско шаг за шагом заманивало их вглубь долины Айнджалут. Представьте, как переживал Кутуз, да помилует его Аллах, когда видел, как его авангард разбивается монгольской армией, а он сидит и выжидает, пока не наступит подходящий момент, чтобы броситься на подмогу этим воинам. Спустя некоторое время случилось несколько удивительных вещей, которые подтвердили правдивость того письма, которое чуть ранее было послано им Саримуддином Айбегом. Мусульмане обнаружили сильное преобладание правой стороны в монгольском наступлении. Выяснилось на деле, что правый фланг татаро-монголов, как описывал Саримуддин Айбег в своем письме, сильнее их левого фланга. Увеличилось давление на левый фланг исламской армии. Увеличилось число шагидов, воинов-мусульман, павших на поле боя Айнджалут. И Кутуз, который наблюдал со стороны за всем происходящим, не нашел другого решения после того, как послал все резервные силы одну за другой, кроме как спуститься самому к месту сражения. Субханаллах. Все, о чем он говорил раньше, было правдой. Я сам лично встречу татаро-монголов. Так он сказал в своей первой встрече с народом, с армией и эмирами мамлюков. Я сам лично встречу татаро-монголов. Кутуз да помилует его Аллах, спустился, сняв с себя свой шлем, указывая тем самым на свою готовность принять смерть, шагаду, на пути Аллаха, и даже на стремление к этому. Он отбросил шлем и бросился на армию татаро-монголов. Мусульманские воины вдруг обнаружили, что верховный главнокомандующий находится среди них. Представьте, какое это подкрепление, какая это поддержка, какое величие исламской армии в этом сражении. Кутуз да помилует его Аллах, спустился и издал свой известный клич, который олицетворяет весь образ его жизни, говорит о всем его жизненном пути, да помилует его Аллах. Во имя Ислама, во имя Ислама. Все предельно ясно. Он не сказал за арабов, за нацию, во имя Египта, во имя короля. Ничего подобного этим словам. Его позиция абсолютно ясная. Во имя Ислама. Он стремится в рай. Он спустился к воинам и начал сражаться вместе с ними так, как его еще не видел никто из мусульман. Субханаллах. Вскоре после того, как Кутуз спустился, да помилует его Аллах, пущенная кем-то издалека стрела, сразила на повал его коня. Тогда Кутуз, да помилует его Аллах, спешился и продолжил сражаться пехотинцем. Один из миров мусульман предложил ему своего коня. Возьми моего коня, сражайся верхом на нем. Я не собираюсь лишать мусульман твоей пользы, ответил ему Кутуз. Бейся сам на своем коне, а я буду биться на земле, пока ко мне не прибудет лошадь из запаса. И он продолжил сражаться пехотинцем на земле, пока ему не привели запасную лошадь. Один из миров упрекнул его за это. Да простит тебя Аллах, о правитель мусульман. Если бы тебя убили, то ислам прекратил бы свое существование. Почему ты не взял того коня? На что Кутуз, да помилует его Аллах, ответил с поразительной уверенностью и искренней верой, дорогие братья. Он сказал ему, что касается меня, то я бы отправился в рай. Если бы я был убит в этом сражении, я бы отправился в рай. А что касается ислама, то у него есть Господь, который не даст ему пропасть. Ведь были убиты такой-то, такой-то и такой-то. Он перечислил имена величайших лидеров мусульман, которые были убиты на пути Аллаха. Но Аллах нашел им замену на тех, кто продолжил защищать и оберегать ислам. Посмотрите на эту уверенность, которую он обладал. Да помилует его Аллах. И да помилует Аллах всех муджахидов, которые участвовали вместе с ним в этом великом сражении, в битве при Айнджалуте. Все, о чем мы до сих пор рассказывали, было лишь второй частью исламского плана. Третья часть, когда Хутуз да помилует его Аллах, увидел, что воины начали медленно продвигаться вглубь долины Айнджалут, Кетбугас совершил, субханаллах, серьезную военную ошибку, обернувшуюся для него катастрофой. Этой ошибке невозможно найти никакого другого оправдания, кроме одной единственной. Была ошибка с его стороны послать все свои войска, всех своих солдат, не оставив ни одного человека снаружи долины. Для того, чтобы наверняка покончить с мусульманами, он со всем своим тщеславием и надменностью послал всех татаро-монгольских воинов вовнутрь долины Айнджалут. Это грубейшая военная ошибка. В тылу армии обязательно должны быть те, кто прикроет их спины, те, кто не позволят окружить эту армию. А это ведь опытный военачальник, который уже несколько десятилетий успешно возглавляет сильнейшую армию в мире. Как он допустил такую ужасную ошибку? Дорогие братья и сестры, его подтолкнули к собственной смерти. Кто его подтолкнул? Господь Миров, Субханава Тааля. По всем военным расчетам, несуществующим меркам, невозможно найти оправдание той кошмарной ошибки, которую совершил Китбуга в этом сражении. Такую ошибку не совершает простой военный. Даже дети Китбуги не совершат такой глупой ошибки. Но вы вернитесь снова к истории. Абуджагль подтолкнул язычников к своей смерти в сражении при Бадре. Шах Ферузан подтолкнул свою армию к гибели в сражении при Ниховенде. Ваган подтолкнул римскую армию к гибели в сражении при Ярмуке. Вот так вот, дорогие братья. Они как ведомые марионетки. Господь, Субханава Тааля, толкает их к этому. Он ослепляет их взоры и затуманивает их разум, из-за чего они совершают такие грубые ошибки. Не вы, мусульмане, победили своего врага в сражении своими силами, но их уничтожил Аллах, который подарил вам помощь и поддержку и вселил в их сердца страх. Что случилось в Айнжалуте с этой окруженной армией в таком тесном месте? Это мы узнаем из следующей серии по воле Аллаха. Прошу Аллаха, аззаваджалля, возвеличить ислам и мусульман, даровать нам понимание его путей, научить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему он нас обучил. Только он на это способен и только ему все принадлежит. Я веряю свое дело Аллаху. Воистину, Аллах видит рабов. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.